Играй и выигрывай! Сегодня в виртуалите. Где может пригодиться такой девайс, как ребенок? Могут ли настоящие музыканты освоить игрушечные гитары? На что похож спорт 24 века? Что общего у русофоба Тома Клэнси и штурвала реактивного истребителя? Это и многое другое смотрите прямо сейчас в виртуалите на MTV. Всем привет, в эфире виртуалите. Полчаса обо всем самым новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений. В Соединенных Штатах Америки одной из самых продаваемых игр прошлого месяца стала Rock Band. Симулятор рок-группы, который совместил в себе лучшие элементы от Guitar Hero и Karaoke Revolution. К сожалению, в нашей стране эту забаву достать невозможно. Но один трофейный экземпляр мы все-таки добыли. И решили провести эксперимент. Что будет, если реальным музыкантам дать в руки контроллеры? Получится ли у них издать хоть какой-нибудь звук? Игру согласилась протестировать группа Братья Гримм. Сейчас они в соседней студии. Давайте посмотрим, что они там делают. Все! 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 Все, а что у нас? Быстро дисквалифицировали Не будем делать поспешных выводов Дадим гримам время порепетировать И в конце программы посмотрим, что из этого выйдет А пока настало время первого блока игровых новостей Новая версия популярного фантастического блокбастера под названием Lost Planet Colonies Выйдет в мае этого года На далекой планете, где царит вечная зима Обитают стаи насекомоподобных акридов Они представляют огромную опасность для немногочисленных колонистов Но у людей нет другого выхода, кроме как вступить в схватку с кровожадными хищниками Ведь только акриды могут дать тепло, так необходимое для выживания в ледяной пустыне Цель игрока — с оружием отыскать новый источник тепловой энергии И превратить забытое богом место в новый дом человечества Ледяной шутер выйдет как для PC, так и для приставки Xbox 360 Адвенчура «Альтернатива. Нечего терять» в стиле киберпанк Выйдет из-под пера чешской студии Centauri Production во второй половине года События игры происходят в 2045 году Могущественные корпорации контролируют все сферы жизни общества Людям приходится подчиняться диктатуре корпораций Но есть те, кто не желает мириться с таким положением дел Они объединяются в оппозицию, чтобы противостоять корпоративному государству Игрок в лице молодого повстанца сможет узнать истинную причину строительства гигантского здания в центре города И раскроет огромных масштабов заговор Авторы обещают, что мир их проекта логичен и хорошо проработан А действия игрока будут влиять на развитие нелинейного сюжета Компания Ubisoft заявила о выпуске новой воздушной боевой игры на PC, PS3 и Xbox 360 этой осени Рабочее название игры Tom Clancy's Hawks Flies in the Danger Zone По сюжету Земля в 2012 году находится на краю глобального конфликта Авиация становится основной силой сдерживания международного противостояния Игроку будет предложено сесть за штурвал реактивного истребителя На выбор более чем 50 самолетов Управляя которыми пилот сможет удержать мир от скатывания в третью мировую войну Tom Clancy's Hawks будет поддерживать кооперативный до 4 игроков режим прохождения кампаний А также мультиплеер до 16 игроков Станут ли эти игры культовыми, пока говорить рано Проект, о котором пойдет речь далее, тоже пока не вышел Но ажиотаж вокруг него огромен Как у нас, так и за рубежом Речь о продолжении легендарной игры Kings Bounty в рубрике Hit Меч и магия, что сильнее? Кого выбрать, рыцарь, паладин или мага? Этот непростой выбор стоял перед теми, кто в далеком 90-м году Старательно убивал свое время игрой Kings Bounty Это была приключенческая игра, где мы играли за рыцаря Можно было путешествовать по миру И основная задача была найти потерянный скидк В новой Kings Bounty легенда о рыцаре, которая ожидается этой весной Набор призваний ничуть не изменился Потому что выбирать себе стезю все равно придется между мечом и посохом Спасать мир, которому угрожают гигантские черепахи, больше некому Правда, как именно угрожают, этого пока никто не знает А начнется все с того, что главного героя вызывает король, добрых рыцарей начальник и бригады королевский командир И молвит Давай, чувак, пойди и возьми моих пацанов Развези там рамсы по понятиям, почему тортила на мой район наезжает И вот великий рыцарь, или паладин, или маг Во главе добрых молдцев Отправляется в путь наводить, тасать порядок на королевских землях Например, приходя в рыбацкую деревню Мы можем поговорить с местными жителями Узнать, что у них происходят какие-то непонятные события Проходя дальше по сюжету Мы узнаем, что это появились ужасные адские рыбы Королевская бригада забивает адский рыбный косяк И получается неплохой приход в виде новенького артефакта и мешочка с деньгами В своих путешествиях по миру наш главный герой будет получать множество различных, зачастую необычных предложений Как-то, например, жениться на дочке какого-нибудь дверянина или еще какой жены К счастью, в королевской бригаде работают честные люди Раз уж появился ребенок, женится как миленький Причем в игре ребенок очень полезный девайс Так как он очень сильно поднимает уровень нашего лидерства Лидерство отражает такой параметр, как авторитет А если у авторитета, что команды бригадой и авторитета нет То какой он после этого авторитет? Ведь из горстка и воинов на черепаху не сунешься Если мы подойдем вплотную к той же черепахе То она будет наносить очень сильный урон по юнитам, которые стоят рядом с ней А если, наоборот, не будем подходить к ней То она сможет применить специальное заклинание для нанесения урона всем нашим юнитам одновременно Словом, в одиночку с боевой черепахой не справиться Она не боевая, она большая К ней подходишь, она лапа только, понимаете Вот так Лишь осилив такую тушу, добрые молдцы понимают, что не зря пыхтели полчаса Чего только не найдется в брюхе у черепахи Это могут быть как волшебные доспехи, так и другие предметы Например, яйца грифона, из которых можно себе создать дополнительную армию Так победим же геймеры! Спасем мир от черепах вместе! При подготовке данного сюжета ни одной черепахе не пострадало Далее, виртуалити Могут ли настоящие музыканты освоить игрушечные гитары? Распространяются ли полномочия главы МЧС на Нинтендо Ви? Почему салагам доверяют водить океанские лайнеры? Геймленд Ру Заходи, читай, играй Это виртуалити Те, кому надо, уже давно побывали в шкурах смертников и положили сотню-другую копов Об играх, которые тоже вышли, но популярны и без скандалов В выпуске новостей Вышедший недавно забавный аркадий Emergency Mayhem, игрок может почувствовать себя главой МЧС Сергеем Шойгу В нашем неспокойном виртуальном мире постоянно что-то случается То пожар произойдет, то в лунопарке аттракционы заортачатся, то пингвины сбегут из зоопарка Кто будет со всем этим безобразием разбираться? Конечно, спасатели Emergency Mayhem, эксклюзив для Ви Неплохой инструмент пропаганды экстренных служб Группа Naive завершила работу над клипом на песню «Надейся на себя» Это могло бы показаться заурядным событием, если бы не тот факт, что композиция была написана специально для саундтрека компьютерной игры «Адреналин 2. Анархия» В динамичном видео виртуальные копии музыкантов участвуют в нелегальных уличных гонках на загруженных трафиком улицах столицы и исполняют головокружительные трюки Увидеть клип можно будет совсем скоро в эфире ведущих музыкальных каналов, а насладиться игрой можно уже сейчас К радости тех, кто считает себя прирожденным морским волком, вышел аддон морского симулятора Ship Simulator 2008 под названием New Horizons Студия V-Step добавила 8 кораблей, 20 миссий, многопользовательский режим, а также новую локацию побережья Корнуола Напомним, что в игре нам выпадает шанс стать капитаном любого судна От речного такси до огромного сухогруза или величественного океанского лайнера Ценителям черного юмора предлагается даже встать на капитанский мостик легендарного Титаника Новые горизонты, как переводится название аддона, подарят еще несколько часов удовольствия от полюбившейся игры Главное не забыть, что для установки New Horizons потребуется оригинальная игра Никогда не думали, что будет, если взять мужиков, экипированных в тяжелые костюмы, киборгов, башногрудных красавиц и дать им металлический мяч? А вот что, получится спортивная дисциплина спидбол Хотя, мужиков и киборгов я бы убрал Вы когда-нибудь хотели увидеть спорт 24 века? Отчего люди будут получать адреналин в 2326 году? Свой ответ на этот вопрос дает игра «Спидбол 2. Спорт беспощадный» Эти соревнования получили огромную популярность, несмотря на то, что многие спортсмены получали травмы или даже погибали на арене Принимать участие в этих жестоких соревнованиях могут только отлично слаженные команды Причем к участию допускаются не только, да и не столько мужики, но и представительницы прекрасного пола И даже киборги Игра проходит на гигантской арене, где две тяжело экипированные команды сходятся в жестокой борьбе 9 на 9, лицом к лицу, практически без ограничений правил, они начинают борьбу за победу Сам спидбол чем-то напоминает футбол, только мячик можно брать руками Оно и понятно, ведь не каждый здравомыслящий человек рискнет пнуть ногой 15-килограммовую стальную гирю Расходящий на арене напоминает зону боевых действий Повсюду летят искры, брызги крови Игроки противоборствующих команд стараются переломать друг другу кости, чтобы прорваться к кольцу и забросить с ним стальной мяч Правда, иногда стальной мяч ловит вовсе не корзина, а голова зазевавшегося оппонента И смешивая с голодами открытых сторон А вот нечего было пялиться на сиськи партнершей по команде И точно, несмотря на всю брутальность данного, позволь не сказать, спорта Дамы не стесняются одеваться облегающе, всячески подчеркивая свои грациозные фигуры А все потому, что посверкать прелестями это тоже элемент победы Для которой, как известно, все средства хороши Способов обмануть противника достаточно много Это и ложные атаки, и обводные маневры, и всевозможные финты Но самым эффектным и эффективным является демонстрация соблазнительных женских форм Убодящих противников в стуку Одержать победу можно и честно, просто обойдя соперника по очкам Но если победить очень хочется, но не получается То почему бы не попробовать просто набить морду особо успешным оппонентам? На арене игрок может управлять другим членом команды Есть несколько типов игроков, например, вышибала, быстрый бегун или середня Вышибала неплохо махает кулаками и ломает кости Надолго выводя соперника из строя Бегун вовремя доставит мяч в нужную точку арены Но легко получит по зубам, стоит лишь позазеваться Середняк — ни рыба, ни мясо Зато их много, и бросать в самое пекло не жалко Но все члены команды поголовно обучены десяткам трюков Таких как подкаты, обходные финты и всевозможные броски Тактику боя лучше продумать заранее Но если требуется срочно сменить стиль боя Это можно сделать прямо во время матча Естественно, игрок перед началом матча Может задавать тактику для своих игроков Можно выстраивать оборонительные позиции Назначать для этого специальных защитников Можно, например, отдать приказ всей команде идти в атаку На пролом, не взирая на сопротивление оппонента Наконец, никто не запрещает использовать и смешанную тактику Пока одни сидят в защите, другие атакуют Одним словом, все как в настоящем футболе Спортивных симуляторов было создано уже великое множество Это и футбол, и хоккей, и баскетбол А вот игры про состязания будущего с киборгами и стальным мячом Которым так удобно ушибать мозг Можно пересчитать по пальцам одной руки Это спитбол и спитбол 2 Увидеть? Да что там увидеть? Сыграть в спитбол 24 века с его ведром адреналина И закованными в сталь молоденькими спортсменками Можно будет уже летом этого года Далее виртуалити Могут ли настоящие музыканты освоить игрушечные гитары? На каком сайте можно превратиться в Симпсона? Как бы выглядела Мона Лиза, если бы ее рисовали программисты? Это виртуалити, мы вернулись Если вы просмотрели первую половину программы, то не узнаете, почему в Англии хотят запретить рекламу Кейн и Линч Что такое спитбол и когда ждать авиасима Тома Кленси Но нам еще есть что вам рассказать Вообще последняя неделя была богата на события Все началось со старта предварительной продажи GTA 4 И закончилось скандалом с участием режиссера Уви Бола В интервью одному западному сайту Уви пообещал прекратить снимать свои киношедевры, если за это проголосует 1 миллион человек И между прочим зря пообещал Пользователи тут же разместили петицию и стали собирать заветные подписи Мой голос был уже 186-тысячный по счету Может и не увидеть какой-нибудь Blood Rain 4 и Mass Effect Shepard возвращается О других интересностях в сети далее На сайте www.glassgiant.com.sk Можно превратить любое изображение в картинку из букв, цифр и символов Страничка имеет скорее развлекательную направленность Но можно найти и практическое применение Например, девушкам, чьи молодые люди имеют профессию Одним общим словом называемую компьютерщик Можно предложить идею создания оригинальной открытки Достаточно взять фотографию благоверного Подгрузить ее на сайт, выбрать размер шрифта и количество символов И нажать Send К полученному изображению очень важно подобрать соответствующую подпись Например, моему сладкому хардику в день рождения Твоя убунточка От такой открытки ваш приятель-компьютерщик будет в восторге Ресурс simpsonizmi.com позволяет превратить любого желающего В персонаж известного мультсериала Симпсоны Сделать это проще простого Подгружаем фотографию, выбираем пол, возраст, цвет кожи, стиль одежды и головной убор Ну а дальше начинается полет фантазии Добавляем черты лица, делаем нужную стрижку Красим волосы, подбираем гардероб и аксессуары Последний штрих Добавляем фончик и вуаля Получившееся произведение искусства можно отправить другу по электронной почте Кроме того, на сайте есть возможность запечатлеть получившегося красавца На кружке, футболке или бейсболке Вот вам еще одна идея подарка На сайте www.face-search.org Любой желающий сможет принять участие в исследовании человеческих лиц Однако создатели ресурса, справедливо полагая, что людей, серьезно занимающихся этой темой относительно немного Разбавили информацию развлекательным контентом Дабы привлечь внимание простых обывателей Например, можно, подгрузив фотографии людей, узнавать о различиях лиц Или наоборот, из двух лиц получить одно усредненное Ну а родителям, у которых вот-вот должен появиться малыш, прямая дорога на этот сайт Будущие мать и отец, используя свои фото, увидят, как будет выглядеть их ребенок А сейчас самое время посмотреть, как обстоят дела у группы Братья Гримм Которые осваивают виртуальное развлечение под названием Rock Band Удалось ли им двинуться с мертвой точки? Сделайте звук громче! Let's rock! 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 Band? Ну, прикольная игрушка Я первый раз ее увидел, еще будучи в Нью-Йорке Меня заинтересовало своим названием Думаю, что же это такое Вот, подошел, посмотрел Смотрю, барабанчики стоят, плюшечки Народ подходит, играет, интересуется Слышь, вообще просто непонятно Вроде я все и делаю нормально Вроде все совпадает И почему-то меня выключают Я вот только вот этого не понял А так мне очень понравилось А где-нибудь, знакомые праздники Такое развлечение было бы очень клево Весело, задорно, клево Я вот вспоминаю то, что Когда я был маленький В свое время не было таких игрушек Были ежики в кровати Деревянные игрушки, прибитые к полу А сейчас у нынешних детей Есть возможность учиться музыке Приобщаться, так сказать, к прекрасному Не так, как мы это делали в подворотне А теперь они будут сидеть дома И нажимать на кнопочки Очень здорово Запомнилось то, что если начинают лажать все То начинается смещение ритма И все начинают не попадать еще больше Такое ощущение, когда смотришь все время Вот этот телевизор, бегущую дорожку Такое ощущение, что просто в гипноз какой-то И уходишь, и ничего кроме этой дороги С черточками не читается Я первый раз играл, блин Ребят, а может быть полегче уровень поставим тогда? Конечно, от реальной жизни От реальной игры Это довольно-таки отличается Сначала я не понял, куда давить на какие кнопки А потом, когда я врубился, стало интересно Ощущаешь себя, как будто ты играешь на трубе Всего пять клавиш, и нужно что-то там нажимать еще На самом деле-то нота-то больше, а там всего пять Но на самом деле это развлекает И привлекает внимание круг музыки как таковой Не знаю, мне показалось то, что я играю в какой-то музыкальный тет То есть падают какие-то квадратики Что-то там, какие-то фигурки Нужно вовремя нажать на клавиши, чтобы они упали в нижнее место Шум зала и музыка, в общем-то, делают свои дела Думаю, для людей, для детей, для детей и взрослых, которые садятся за эту игрушку впервые Наверное, это будет новинка, они действительно себя ощутят на этой сцене На сегодня это все Не пропустите следующий, специальный выпуск виртуалити Он будет посвящен апрельской премьере GTA 4 Вас ждут самые последние новости от разработчиков Скандальные факты и многое-многое другое Увидимся на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok